Субтитры сделал DimaTorzok Поверьте мне, на хорошем велосипеде, по интересной трассе, это очень круто И это не мешает как бы пересекаться, не мешает увлекаться одновременно и трюками, и гонками Очень азартное времяпрепровождение, честно вам говорю У меня вообще сегодня супер блатной номер, 222 Но не блатная дистанция, 26 километров, так называемый фитнес-круг Но это не совсем фитнес-круг Спина, ноги, все гудит Проехал я его за час двадцать шесть, по-моему, за час двадцать четыре Не последний, где-то в серединке, наверное И я вам много чего хочу сказать Да, было здорово Трасса была непростая Как бы вроде бы дистанция небольшая, и теоретически марафон считается легким Но с непривычки достаточно жестко Песок Большие спуски с песком Крутые, длинные, продолжительные И в принципе я бы съехал их, не слезая с велосипеда Но народ впереди меня Начал просто слезать и загорождать с собой всю дорогу Из-за этого я терял одно из своих главных преимуществ Потому что я не боюсь быстро спускаться Почти все контрильщики боятся Они все теряют скорость на спусках Ну не почти все, многие Я не говорю, что там Просто это, видимо, все выходит из разности наших дисциплин Когда приезжает кто-то со стыка жанров, так сказать Он катается, конечно, не так, как другие Где-то я отстаю, где-то я лидирую Где-то я с трудом там держусь в строю Поскольку круг был любительский Каких-то супер атлетов было мало Все остальные были такого же уровня, как я Ну или чуть лучше Были дети из спортивных школ И в этот раз мне удавалось даже на подъемах кого-то обгонять Плюс я подготовился гораздо серьезней И не только велосипед У меня в этот раз AfterVision 27.5 Это практически топовый велосипед Если честно, в том году, когда я тестировал контекст на Мичуринском Я не мог по достоинству оценить новую раму Как многие говорили, едущую И как говорили другие люди, которые на этой раме не катались, не едущие Многие помнят старые комфортные рамы автора Которые стояли вообще на всей линейке Вот И раньше они действительно не ехали Эти едут Если сравнивать с Solution'ом, рама действительно намного жестче И если честно, после того, как ты разогреваешься, тебе это нравится Плюс сочетание легкого веса Вилки под 15 ось Воздушные, хорошо настроенные Правильно настроенного сидения Заднего переключателя XT И нормальных тормозов Shimano Это, конечно, все совершенно другая история Велосипед как утюг едет И раньше я очень часто докапывался до блокировки с руля Если честно, если правильно настроить вилку Да, очень жестко настроить ее То не понадобится блокировка Велосипед отлично и отрабатывает то, что есть на трассах Кросс-кантри И в горку шпиле только так Так что велосипедом я доволен У меня вообще нету к нему никаких вопросов Единственный вопрос был к моим туплипсам Ну с ними я разобрался Научился извлекать из них плюсы И, правда, один раз чуть не навернулся В грязи на повороте Слишком разогнался Еще впереди меня маячил контрищик На карбоновом велосипеде Которого я очень хотел догнать Так и не догнал И из-за того, что я так засмотрелся Я чуть не упал Успел выстрелиться, выставить ногу Пронесло На трассе были, повторюсь Песчаные спуски Были песчаные подъемы Практически все из них пришлось преодолеть пешком Вверх Были обычные подъемы Я многие из них проезжал действительно Целиком наверх Я надеюсь, эти видеоставки сохранились Я снимал почти весь марафон Заряда должно было хватить Потом были прямые участки В принципе, где я более-менее держался Не особо пропускал вперед Ну, не давал себя обгонять Но вперед тоже не шпилил Не накачанные ноги Не тренированные я в этом плане Были всякие виражи Были грязевые лужи На которые Большинство из которых я Обходил Если была дорожка Если дорожки не было Я пер прямо в грязь Не пытался там Сохранить сухость своих ножек Потому что это же все-таки гонка Надо шпилить Я купил с собой Поварейд Вместо изотоника Ну, не успел изотоник купить И прямо там На трассе купил Эти какие-то гели И, может быть, что это такое Тоже какой-то Ну, в общем Корм для мышц Быстрый, сладкий С кофеином Почему гель, а не батончик? Потому что он жидкий Он моментально просто Переваривается Попадает сразу Все это дело в кровь И питание для мышц Отличная вещь Отличная вещь Я жалею, что я купил всего два Один я съел с голодухи За 20 минут до старта И один я съел в пути Было бы у меня 2 или 3 Наверное, я был бы В чуть более лучшей форме Возможно, приехал бы Ну, минут на 5 быстрее Реально очень сильно помогает Очень сильно помогает И поварейд Просто вещь Вот реально вещь И не просто сладкая вода Очень хорошо Моральные муки были Они были тяжелые И они были До тех пор, пока я не разогрелся Ну, так всегда Поначалу ломают Хочется захныкать Уйти к маме И так далее Но дух соревнования Люди вокруг тебя В этот раз, конечно, не было Уж совсем откровенных Таких Даже не знаю, как сказать Просто юзеров Обывателей С корзинками Там Не знаю С рюкзаками Штанами На багажниках Таких не было Калачей Но Когда тебя Когда точнее Ты обгоняешь человека На карбоновом велосипеде Это очень приятно Ну и когда тебя Обгоняет человек На каком-нибудь Дешевом Алюминиевом Хартейле С обычными Педалями В джинсах Это Это раздражает И ты делаешь все Чтобы его догнать И потом Чтобы не пропустить Его вперед Короче Дух борьбы Это тема Это офигенский По велосипеду Самое интересное Здесь что Ну Вы понимаете Рама Я про нее рассказывал В этом году Она для меня Открылась Со всех сторон Отлично Велосипед На ней просто валит Вот что я могу вам сказать Рекон С полуторным штоком Отличная жесткая вилка Которую можно настроить Под себя С отскоком С компрессией До блокировки И с воздушным картриджем Мне повезло И Как бы С магазина Я единственное Что выкрутил Немножко компрессию Пожестче Все Больше ничего не делал Тормоза у меня Здесь были Шимана Переключатель У меня передний Был СЛХ Ну и есть Я им не пользовался Ни разу Вообще Я исключительно На второй звезде Проехал весь марафон Сзади Пользовался Постоянно Иксти Работает Как Как быстрая Коробка Автомат На тачке Такая Лепестка Так Кселк Она Тынс 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 Она переключает Быстро Резко И заменьшее Количество Оборота Педалей И поэтому Ты всегда готов Очень круто Сидение Никаких проблем С учетом того Что я теперь катаюсь В памперсах Вообще Перед началом гонки Пошел дождь И я начал очковать Чтобы тяжело Было холодно Вылезать из теплой тачки Начинать раскатываться Но Все Обошлось Разминка Помогла И Сейчас я стою У меня как бы болит Поясница Ноги уже почти прошли Попа не болит Штаны с памперсами Это рок Я катался В термо-кофте СКС И Насчет ушей У меня очень сильно болели уши Всегда На всех моих предыдущих поездках С ветерком Я в этот раз Был предусмотрительный Купил Не купил Взял дома бандану Замотал Еще купил очки Юспорцы Вот И вообще Комфорт был На высочайшем уровне Несношен Наверное Перчатки С полупальцами Надо купить Потому что некоторые ветки Все-таки достаточно болезненными Меня грели Что еще на этом велосипеде У нас есть Сзади X-тиха Как я уже сказал Втулки на промах Двойные Лайтовые Обода Резина Виттория Ну теперь Это Бывший Гекс Подсидельник Кстати говоря Карбоновый Что-то еще Руль по 31.8 В меру широкий Не такой широкий Как на Найнерах И Шатуны Диор Все По сути Больше нечего вам В велосипеде рассказать Проблем никаких не было Если честно Я уже думаю Как бы Как бы сделать так Чтобы на этом велосипеде Я поехал Мичуринский марафон И на контексте Потому что После такого велосипеда Я на контекст Пересесть Обратно уже Не смогу Спасибо за внимание Катайте Кросскантри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok